Друзья, если вы хотите переехать в Европу, но не знаете к кому обратиться по поводу легализации, то можете обращаться к нам. Наши специалисты в области иммиграции проведут с вами неоднократные бесплатные консультации и помогут вам оформить любые документы в Словении. Это может быть студенческая венжия, рабочая венжия, открытие ИП, бизнес иммиграция, воссоединение семьи. Также вы можете обращаться к нам с вопросами связанными с недвижимостью, покупкой, арендой жилья, с вопросами медицинского страхования, с вопросами по визе для Шенгензона. По любым вопросам связанным с иммиграцией в Словению обращайтесь к нам, мы будем рады вам помочь. Друзья, также еще хочется сказать, что бизнес иммиграция может быть в двух случаях. По высшему образованию и по инвестициям. Инвестиции от 50 тысяч евро на сегодняшний день. Если вы хотите открыть свой бизнес в Европе, но не знаете, в какой стране это сделать лучше всего, то, пожалуйста, присмотритесь к Словении. Мы считаем, что Словения является безопасной страной, чтобы начать свой бизнес. Ну вот, Иван пошел на дело. Меня не посвятил, в чем оно заключается. Здравствуйте, Иван. Ну как ваше новое место работы? Увенчалась успехом? Ребята, в Италии можно жить. Уже заработал деньжечь. Уже можно жить. Все, пойдем дальше. Ну вот, на сегодняшний день можно продолжить бюджетное путешествие. В ресторан. Пошли в ресторан, я тебя свожу. Вот с таким прекрасным видом Анна хотела что-то еще рассказать. Дорогие друзья, очень сложно найти место, где нету большого количества людей, где нету толпы практически. Это невозможно здесь, в Милане. Но вот нашли такое место с красивым видом на Собор Туома. И немножко пробежимся, так скажем, обзор по итальянцам. Как на первый взгляд, вот кажется, когда, конечно, мы уже не первый раз в Италии, даже не второй, но впечатление ни разу не поменялось. Можно сказать так, что как кажется на первый взгляд. Итальянцы, они все небольшого роста. Любят очень модную, стильную, яркую одежду. У них у всех хорошие, красивые, богатые волосы. Они любят яркий макияж. Губы красят в основном красной помадой. Тут хочу подметить, и не только женщины красят губы красной помадой. Итальянцы уже не те. Вот, что еще хочется сказать. От женщин чаще всего приятный сладкий запах парфюма. От мужчин чаще всего пахнет морской свежестью. Но все ароматы парфюма очень насыщенные, но приятные. Также они любят красивую, необычную фирменную обувь и кожаные сумки. На первый взгляд, дружелюбные, улыбчивые. А, еще они любят носить модные фирменные очки. Что сразу заметно с первого взгляда. Солнцезащитные очки. Модные, фирменные, чтобы выглядеть более стильно. Женщины очень любят цветы и разные статуэтки, сувениры. Покупают их даже сами себе в больших количествах. Как это было замечено, пока мы гуляли по Милану. Ну, такой вот небольшой, кратенький обзор. Но мне кажется, все равно интересно, как оно создается, первое впечатление о данной национальности итальянцы. Ну, кстати, я полностью со всем согласен. Единственное, конечно, Анна рассказала немножко сжато. И, наверное, не будем добавлять, да? Ну, что ты хотел добавить? Что мы встречали не совсем стандартные пары. Ну, да. Это, наверное, в Евросоюзе явление не столь удивительное уже. Это удивительно для нас, для них это уже, наверное, не, не, давай вот скажем, как есть. Для нас с тобой это удивительно, потому что в Словении этого нет. Да, да, в Словении мы не так часто это встречаем. Только когда туристический сезон, приезжают люди со всей Европы, тогда да, мы видим это. Ну, а здесь вот в Италии мы уже много раз видели это в Милане, также часто встречали в Триесте. Это очень распространенные такие встречи, так скажем, нетрадиционных, сексуально нетрадиционных меньшинств. Также мы видели в Венеции, поэтому, ну, как бы, ну, вот как-то так, как есть ситуация. И еще самый главный город, где их очень много, это... это... Милан. Ну, Милан. А где еще больше? Где еще больше? Давайте, вот... Я только озадачилась. Давайте, вот, я... Так сразу сходу не могу сообразить, где их еще больше. Ну, их очень там много. Ну, Венеция мы перечислили. Не Италия, не Словения. Ну, все, я растерялась. Не знаю. Давайте, друзья, может быть, вы напишите ответ правильный. Да. И мы посмотрим, поделитесь с нами своим мнением. Да, вот сейчас поставьте на паузу, напишите, а мы вам сейчас скажем, где же их очень много. Я видел в своей жизни. Наверное, больше, чем в Москве, я не видел нигде. А, так в Москве, да. Но, если честно, я уже забыла про российские города и все, так скажем, которые принадлежат Российской Федерации, и поэтому Москва даже не пришла мне в голову. А, жаль. Жал. Ну, это правда, да. Их очень много было в Москве, когда мы там были последний раз. Жал, жал. Кстати, это значит, что Москва демократичный город на самом деле. Я к этому отношусь очень, как сказать, ни положительно, ни отрицательно. Мне все равно на самом деле. Каждый выбирает сам. И, значит, их в Москве никто не обижает, раз они могут свободно там одевать платье, разгуливать на каблуках, краситься и так далее. Ну, да. Как-то уже у них, наверное, ближе к европейской менталитете. Так значит, Москва это свободный город. Ну, да. И даже сейчас мы в Милане проходили, вот был митинг, который мы снимали на видео. И он как раз вот про эту тему, что сексуальные меньшинства отстаивают свои права. Видимо, где-то их ущемляют или чего-то им не хватает, они собрали митинг и хотят это отстоять, чтобы получить больше прав, законов и так далее. Я думаю, что это так. Но мы не знаем, о чем митинг, но мы просто это предполагаем. Но, когда собирается митинг, то человек хочет что-то отстоять. То есть, чего-то человеку не хватает и он хочет это получить. Четенок в принципе все митинги на это направлены. Мы просто, ребят, предполагаем на самом деле, ну, а что там на самом деле, А мы пойдем дальше еще гулять по Милану и еще обязательно увидимся. Пошли, пошли. Пошли, пошли. О, отражаются ты в этих лучах отражаешься. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Приехали на озеро Комо в Италии. Тут красота вообще неописуемая просто. И смотрите, позади меня какие красивые цветы. А запах такой стоит. Пахнет сладко-сладко. Медом как-то. Как мед, да. Медом, да. И завтра мы обязательно проедем вокруг озера Комо и покажем вам всю основную красоту. На другой стороне есть красивый, тоже такой старинный город итальянский на другом берегу озера. Обязательно туда съездим и все покажем. Да, ребят, очень красиво. А вот еще смотрите, дорогие друзья, может быть, вам будет видно как раз пока светится. На той стороне дорожка света. Это фаникулер наверх на смотровую площадку, чтобы было видно озеро Комо, город Комо, ближайшие города. Города. А тут Швейцарию можно увидеть. Здесь же близко Швейцария. Скажу, в чем есть проблема. Чем дальше ты отъезжаешь от Словении, тем дальше тебе хочется ехать вперед. Поэтому, если есть время, документы Евросоюза и финансы, то можно очень-очень далеко уехать. Я желаю вам всем хорошего вечера и больше приятных, красивых эмоций. Путешествуйте, ведь мы живем только один раз. И все эти эмоции, их не купишь и не продашь. Они на всю жизнь останутся с вами. Это точно. А лучше всего, когда вы путешествуете, уже имея документы Евросоюза, потому что путешествий будет больше, чаще, они будут ярче и дешевле. Это точно. Доброе утро, друзья! А мы продолжаем наше бюджетное путешествие. Видите, итальянцы с утра все на спорте. Бегают. Я тоже на спорте, друзья, с утра вот снимаю для вас блог. Да, практически тоже бегаю, ищу красивые места, чтобы сделать красивый кадр. Мы только что проснулись на озеро Кома. Посмотрите, какая красота. мы буквально проснулись на озеро Кома, потому что мы на автомобиле, и у нас бюджетная поездка, и мы спим тут вот за вот этим ограждением парковка. и мы там прямо в машине ночевали. Красота, сказка. А вот озеро Кома, друзья. Озеро и озеро. Что придает ему такое, да, значение? Наверное, природа. то, что вот видите, у озера пальмы даже растут. Природа сказка. Тут тепло. Даже вот сейчас, в начале марта, очень тепло. Вот сейчас будет восход солнца. Вот из-за этой горы солнце будет вставать, и будет еще теплее всем. Ну, а мы пойдем, друзья, пить кофе. Вот там город Кома находится, вот это вот городок. Пойдем туда в город, попьем кофе, поснимаем для вас, и поедем вот так вдоль озера, прокатимся, может, найдем где-то какие-то красивые места, чтобы вам сделать фотографии. А так вообще здесь очень рядом, буквально вот за этой горой, вот за этой горой буквально находится Швейцария. В 10 минутах езды уже Швейцария, красота, сказка, кстати, визы нам тоже не надо в Швейцарию, но Швейцарию мы снимем для вас отдельно, это будет отдельно, раздельно, не будем мешать Италию и Швейцарию, может быть, другую страну перемешаем со Швейцарией, посмотрим, а может, это будет отдельный выпуск. Швейцария тоже очень рядом, очень близко, и тоже можно на выходных посетить Швейцарию, Швизленд, как они говорят. Да, срочно надо кофе, друзья. Ну, а вы не переключайтесь, заваривайте кофеечек, чаечек, и мы приступаем. Город Кома, друзья, Италия. Посмотрите, какой красивый собор, просто потрясающий. Конечно, дома покруче будет, но и этот в маленьком городке тоже смотрится очень потрясающе красиво. Очень красиво. Площадь такая хорошая. Поближе, поближе может приблизить телефончик. Вот такая красота, друзья. Нет, вот этот домик красивый, еще рядом с красным камнем. Это не передает, к сожалению, ребят, видеокамера. Ничего, надо вот это просто пережить самому. Приехать и пережить эти эмоции, ребят. Такая красота. Да. Да. не знаю, насколько передаст такая дымка сегодня стоит. Насколько передаст это видео, этот кадр. Но Кома действительно потрясающее место в Италии. Очень красивые, ребят. Просто вот ехали, сделали остановку и такая красота вокруг. Потрясающе. Там вон дорога, смотрите, как проходит. Очень красивое место. потрясающее место. Аннушка снова решила что-то нам в Италии рассказать. Да, дорогие друзья, что еще хочется сказать. Мы сейчас решили немного перекусить, потрапезничать, так скажем. И я прям сразу подумала об этом, что мне очень нравится в Италии и в Словении, что цены на продукты очень очень низкие. Сыр чеддер, вкусный сыр чеддер можно купить итальянский за 1,53 1,53 200 грамм. Хороший такой кусочек. Также колбаску сырокопченую 350 грамм можно купить за 2,50 этикетку принеси хотя бы от сыра показать. Да, 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 сейчас подожди. А то не поверят же Также можно купить оливки хорошие итальянские либо славянские оливки черные зеленые маслины оливы по 69 центов 99 центов дорогие друзья вина итальянские вина славянские вина вот это вот прям удивительно 1,59 1,69 1,69 1,69 либо 2,20 2,20 шампанское вино вы можете приобрести без проблем в любом гипермаркете также можно купить еще что вкусные фрукты вкусные овощи которые будут действительно насыщенного вкуса можно покушать в марте клубничку за евро 59 или очень сладкие бананы за евро 19 и все оно насыщенное помидоры помидоры когда ты открываешь они пахнут как домашние настоящие наши помидоры они красные и сочные и полки его можно купить евро 69 либо евро 99 они будут такие вкусненькие а сейчас покажу ребята я вот купил помидоры когда перед тем как мы ехали в Италию в Словении это были просто потрясающие помидоры очень вкусные 500 грамм 2 евро 70 центов по-моему такая была цена 79 центов очень вкусные были помидоры просто даже я не знаю иногда попадаются такие что даже вкуснее чем домашние сейчас подождем Анну не будем переключать камеру подождем и сделаем одним сюжетом она хочет показать цену вот дорогие друзья я взяла все что смогла унести значит смотрите помидорки вот такие классные помидорки они бывают такие продолговатые бывают кругленькие черри красные желтые полкило 500 грамм 1.69 либо 1.99 в евро принесла упаковку от сыра чтобы вы не подумали что мы вас обманываем вот смотрите 200 250 грамм 250 1.53 сыр чеддер итальянский сыр так что еще тут у нас вот он вот так вот выглядит настоящий чеддер оранжевенький вкусненький сыр сыр уже в общем ушел в ход подтверждаю оливки итальянские оливки вот эта баночка стоит 0.69 центов тут получается 350 грамм вот такие черные без косточек ну маслины наверное слушай я не знаю вино можно в кадр ну давай мы же его не пьем просто показать вот такое вот шардоне белое вино 1.99 итальянское очень вкусненькое так что друзья как вы сладко заливаете Анна так что приезжайте и не только путешествуйте но еще и испытывайте вкусовые удовольствия пойдем пойдем пробовать грешить немножко красота и птички поют очень красиво ребят очень красиво сказочно красиво это Альпы Альпы хочется кричать но не буду пугать местных жителей скажут опять эти русские очень классно русские русские Аня побежала кормить лебедя. Уж очень ей хочется накормить комовского лебедя. Вон, видите лебедь? Вот он хочет, она его накормит. Бежит за лебедем. Не знаю, успеет, нет, добежать. А лебедь вон как собаку гоняет, агрессивно. Ребят, друзья, находимся в Вероне. Народу просто тьма. Посмотрите, сколько людей. Это просто ужас. Просто ужас. Не протолкнуться. Очень много людей. Сейчас попытались зайти в дом Джульетты. Кстати, мало кто знает. А вот давай-ка ты меня засними. Мало кто знает, я немножко расскажу. Давай. Камера. Мотор, камера. Друзья, мало кто знает. Хотя многие знают, что Ромео и Джульетта – это итальянская сказка. А может и не сказка. Говорят, что на реальных событиях это все происходило. Так вот, Джульетта родилась в Вероне. И я нахожусь в десяти метрах от ее дома. Но, к сожалению, сегодня мы туда не попадем. Извиняюсь. Сегодня мы туда не попадем, потому что... Потому что потому. Очень много людей, большие очередя. Кстати, об Италии. Мало кто знает. Итальянские факты. Сейчас что я вспомню из своей головы. Я знаю, что два карликовых государства находятся в Италии. Одно из них – Ватикан. А второе – вы напишите в комментариях. Я подсказку дам Сан, а вы дальше продолжите. Так вот, два карликовых государства. Ватикан – самое маленькое карликовое государство. А также в Италии была придумана пицца. Хотя они никак это доказать не могут. Но доказали единственное, что впервые в Италии открыли пиццерию. Это доказано. Не помню, в каком году. Также об Италии. Одна из первых империй итальянских была. Кстати, к Италии вылетели все факты. А, и придумали виолончель итальянцы. Анюта, ты знаешь что-нибудь, что итальянцы придумали? Принестра. К сожалению, нет. Нет? Город на воде – Венеция. Все знают, да? Сохранившийся Колизей до наших дней. А, кстати, в Фонтане в Риме, в знаменитом Фонтане, не помню только как он называется, каждый год достают 3000 евро. Ежегодно туда бросают туристы. А еще знаю, что Италию посещают 40 миллионов туристов ежегодно. А еще знаю, что в Италии больше всего построено отелей. Италия может похвастаться. А также это четвертая страна в мире по туризму. Береговая линия Италии большая, но думаю, этим не похвастаешься. Красивейшее Средиземное море. Ну ладно, это я уже начал выдумывать, на ходу сочинять. Может, что-то я мог бы еще вспомнить, но не буду растягивать трафик нашего видео, потому что у Анны руки не железные. Вот, дорогие друзья и наши телезрители, мы оказались в Вероне, в Италии. Вообще, после озера Кома в Италии и города Кома, собирались отправиться домой, в Словению, в Любляну. Ехали по дороге, по автобану. И подумали, ну вот же она, Верона, вот здесь, в Италии, прям рядом. Еще ни разу там не были. Ну как не заехать? Ну как не посмотреть? Город, где жили Ромео и Джульетта. Знаменитая и известная история любви. Во все времена, во всех странах, городах, во все годы, всегда все крутилось вокруг любви. И также и здесь, в Вероне, очень красивая история. Но единственное, хотели зайти в дом Джульетты, чтобы посмотреть балкончик, ее статую, сам дом. Но, к сожалению, очень много народу, очень большие очереди, вход бесплатный, как мы поняли. Но очередь очень большая. И сегодня, к сожалению, нет возможности стоять в такой очереди. Потому что все-таки, как хочется путешествовать и все смотреть. Но все-таки, друзья, надо добраться до дома, до Словении, до Любляны. И желательно приехать к вечеру. Что еще хотелось сказать? Что, конечно, путешествовать очень интересно. Любыми видами транспорта. Все путешествуют как хотят. Подожди, пусть проедет. Различными видами транспорта можно путешествовать на автомобиле, на самолете. Кто-то путешествует на поезде, на велосипедах, на мотоциклах и так далее. Но что здесь хочется обратить внимание, что вот есть такие люди, путешествующие на мотоциклах, байкеры. Они, когда ты приезжаешь в другую страну, допустим, у тебя номера славянские. Ты из Словении или из Швейцарии со швейцарскими номерами. Ты находишься там в Италии, в Австрии или еще где-то. И когда они тебя встречают, они тебе по пути всегда показывают вот так вот, типа классно, супер. Они любят людей, которые путешествуют. И вот мне кажется, что байкеры это абсолютно свободные люди. Те, которые путешествуют и не хотят они даже покупать автомобиль, чтобы не находиться внутри пространства автомобиля. Они хотят быть полностью свободными и выбирают самые красивые маршруты. Есть легенда, что где проехали байкеры, там самые красивые туристические маршруты. Так вот, дорогие друзья, к чему начала я это рассказывать. Когда у вас есть документы Евросоюза, у нас с супругом есть документы Словении. Мы живем в Словении, в Любляне. Когда у вас есть документы Евросоюза, вот это вот тоже самое впечатление. Это ваш невидимый байк, на котором вы будете абсолютно свободно путешествовать и передвигаться. Ой, красиво сказала. В красивом городе красиво завернула. Желаю вам всем этого. Поддержите лайком Анну. Дорогие друзья, пока мы вам на видео рассказывали другие интересные факты и истории, идем обратно, а очередь-то уже рассосалась в дому Джульетты. И все-таки, все-таки мы попали, мы попали. Сейчас мы увидим дом Джульетты, знаменитый балкончик, где Джульетта кидала платочек в своем уме. Вон же он уже балкончик. Да, вот он балкон. Пока ты трендычишь, вон она. Иди за... И, конечно, знаменитая сада красивой Джульетты. Иди уже, Джульетту хватай за прелести. Давай. Самый главный, самый главный турист сегодня. Вот балкон Джульетты, друзья. Вот так вот скромно жила Джульетта. Сейчас Анна. Видите, за что держат Джульетты все? Стоилы. Где Анна? Там пробирается. Не вижу, потерял. Вон она. Я начала. Вон она. Ну что? Давайте запеч 1977, Анна. Джульетты. О, Джульетта вышла. Джульетта вышла. Вот так вот, бодочка. Ну все, друзья, мечта исполнилась, какие чувства пережила Анна? Очень сложно прорваться к статуе Джульетте, но в чем плюс, что европейцы очень культурные люди и если ты уже зашел, то тебе обязательно уступят. А ты пользуешься этим, да? Да. Ну все, друзья, ну что, подытожим, Анют, попрощайся с телезрителями. О чем вообще, я думаю, да, вот так вот, да? Раз уж мы с тобой тут оказались, или надо где-то потише, или нормально здесь. Не знаю, тут, наверное, много голосов. Не знаю, как нашим телезрителям нас будет слышно. Да. Друзья, мы хотели этим видео рассказать, мы не хотели опровергать какие-то факты Орла и Решки, мы просто хотели показать, что и бюджетный турист может путешествовать, отдыхать, ездить в разные страны, ездить по разным городам и для этого необязательно, чтобы у вас был миллионный бюджет или цифры с множеством нулями на счету. Все очень просто, вы просто берете и путешествуете. Главное, чтобы у вас были документы Словении. Самое главное еще, что хочется сказать. Конечно, путешествие у нас в этот раз было шикарным. Мы уехали в пятницу и возвращаемся в воскресенье. Мы посмотрели, заехали в Венецию. Потом заехали в Милан. Потом были на озере Хома. И затем приехали в Берон. Посетили четыре красивейших места. Конечно, очень я благодарна супругу за данное путешествие. Но в любом случае, что хочется сказать. Конечно, когда возвращаешься обратно домой в Словению, в Люблян, немножко грустно, потому что кончается путешествие и начинается рабочая неделя. Но в чем основной плюс? Что ты знаешь, что скоро наступят другие выходные и ты обязательно отправишься в новое путешествие. Тебе не нужно будет ждать получения визы. Тебе не нужно будет покупать билет на самолет. Тебе нужно будет просто взять свои документы Словении, сесть в автомобиль и снова путешествовать. И от этого чувство тоски быстро проходит. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами прощаемся и желаем вам, чтобы обязательно у всех, кто хочет жить в Евросоюзе и иметь документы Словении, либо в какой-то другой страны. Но мы больше говорим про Словению, потому что мы сами четыре года живем в Словении. Я вам желаю, чтобы ваши цели и мечты обязательно сбывались. И что хочется еще сказать. Мы не обладаем никакими уникальными качествами. Мы такие же люди, как и вы. Если мы смогли, то сможете и вы. Просто надо пробовать. Так, остановите Анну. Пока-пока. Да, все, пока-пока. До новых встреч, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и заказывайте ВНЖ. Я желаю вам отличного дня и хорошего вечера. Пишите по любым вопросам, связанным с переездом в Словению. ВНЖ, студенческие, рабочие, открытие фирмы, открытие СП, недвижимость, страховка, любой переезд, туризм и все, что связано со Словенией, с Евросоюзом. И до новых встреч, дорогие друзья. Друзья, пока мы еще не уехали из Вероны, я бы хотел вам предложить разыграть одно ВНЖ в Словении. Но мы его будем разыгрывать при одном условии. Если этот ролик набирает свыше десяти тысяч просмотров, мы разыгрываем ВНЖ. Самое одно главное условие. Мы не будем разыгрывать там компьютеры выбирает победителя. Нет, мы будем исключительно выбирать талант, ваш талант. Вы должны сочинить стих со словами «Сундук Трево» и получите приз. Бесплатную услугу от нашей компании в оформлении студенческого ВНЖ в Словении. И тот стих, который получит больше всего лайков от наших зрителей, тот и выигрывает. Розыгрыш будет объявлен в начале лета. Всем терпения, удачи и счастливчик в сентябре приедет к нам с новеньким ВНЖ на один год. И мы его все вместе поздравим. Субтитры создавал DimaTorzok